привет это сенатор блог и хочу рассказать вам про снаряжение для велопутешествий и велопохода это снаряжение которое помогло мне проехать 5000 километров по мексике и центральной америке давайте разберем мое снаряжение мое все снаряжение делится на 5 условных отсеков тут спальня одежда все подряд кухня и ремонт комплект или ремонт комплект и кухни и коврик конечно коврик кремат не сам надувающийся потому что иногда я спал в таких местах где сам надувающимся не расположиться и вот этот замок сразу скажу про этот замок что редко им очень пользовался но лучше чтобы он у вас был потому что иногда можно поехать с велосипедом супермаркет и прийти и не обнаружить его два вот таких флягодержателя один пластмассовые куплены на алиэкспресс и один типа алюминиевый металлический без разницы просто алюминиевый металлический хорошо гнется и может большие бутылки вставлять но этот намного легче и по него не каждая бутылка встанет только узенько в принципе довольно когда первый раз увидел думал пластмассовый сломается так сразу будем убирать то что уже видели и откладывать и начнем пожалуй так как я обычно приезжаю приезжая я редко разбираю когда нужно таком по четырем местам отцепляется и откладывается и обычно я начинаю с 10 они достаточно водоупорные но так как швы проклеенные не совсем хорошо то есть они не проклеены видите вода иногда все попадает для этого в комплекте к этим сумкам идет вот такой вот дело накидка для сумок она обхватывает все весь вот этот рюкзак и даже коврик туда влазит поэтому вот эта вещь очень хорошая и очень полезная но к сожалению на передней сумке ничего подобного нет поэтому их приходится закручивать в три оборота что не всегда возможно с учетом того что они иногда бывают полное я еще расскажу почему сверху меня лежит спальник и еще хочу сказать то что это все она как эволюция эволюционировала сначала все было непонятно и неизвестно но в процессе выстроилась такую цепочку в которая не имеет аналогов природе вот первый лежит спальник потому что не всегда нужен гамак и если нужен только спальник и коврик не придется сначала доставать гамак а потом доставать спальню хотя гамак используется как бы первый но в итоге вот спальник у меня не чур хайк 180 сантиметровый достаточно легкий 680 грамм так и по температуре здесь они пишут что комфорт 15 транзиш 8 и риск минус 3 вот как раз до transition 8 потому что когда я ночевал в горах мексике серия номер 9 на высоте трех тысяч метров было очень холодно в нем мне кажется температура была градусы 3 4 может быть 5 и отзыв об этом спальнике я не могу дать положительный потому что потому что спальник фигня не знаю очень плохая продуваемость и может быть он хорош но не для данного вида путешествий по тропической местности потому что в нем очень жарко ну как бы не было ни одной ночи в которой я могу могу сказать что вау я доволен этим спальником не типа я не замерз и не запарился я либо замерзал либо парился и вот с этим спальником я бы не хотел путешествовать дальше ну иногда без него в общем я бы погиб и так гамак следующая важная вещь и я очень доволен этим гамаком и очень доволен тем то что я взял именно его сюда в эти джунгли с ним намного удобнее было чем с палаткой потому что иногда тоже приходилось ночевать в таких местах где палатку не поставить но возможно я бы ночевал в тех местах где можно ее поставить но скажу немного о гамаке что он просто завязывается и очень важная вещь для путешествия здесь это иметь вот такую москитную сетку при помощи этой москитной сетки можно очень легко прятаться от комаров потому что когда я был в тропической части в джунглях мексики там было просто комариный кошмар невозможно было ничего делать и без сетки сюда нельзя да и вообще мне кажется комары на планете везде существует на кроме антарктиды исландии поэтому это обязательно вещь для гамака хотя в некоторых местах здесь даже в мексике спят без москитной сетки коврик вставляется туда внутрь и выходит очень даже приятно так следующая вещь этот тент который назначен для того чтобы прикрывать спальник хочу сказать о том что тент должен подходить по длине к вашему гамаку и если вы вешаете гамак то вы должны желательно держите его на тех деревьях которые жесткие потому что когда я вешал его на пальмах или на каких-то тоненьких деревьях приходилось и такое вот этот тент не справлялся и складывался или когда вы вешаете не достаточно широком месте где тент можно на полную растянуть укрепить я когда спал в пирамидах в джунглях там было было очень узко потому что я там прятался за домом в общем общем было интересно прятался за домом и не мог растянуть тент полностью мне пришлось заводить часть тента за дерево из-за этого вода которая стекала по дереву потому что ночью очень сильный дождь все текло ко мне в гамак и так затекала я просто проснулся в лужи потом очень долго сушился но еще когда спал в горах мексик там получилось неплохо растянуть тент и спать удобно в общем наверное два раза его использовал я много раз вешал но два раза только подал ночью под дождь и из-за этого можно сказать что это лишний груз он лежит внизу я кстати не использую никакие упаковки смысле никакие упаковки не использую потому что это лишний груз но касаемо лишнего груза лишнего груза у меня еще много вот такой вот есть маленький тент и можно прикрывать велосипед иногда и вот например если я оставляю велосипед с ночевкой я накрываю вот эти задний мешок вот этой частью а передней если близится дождь я накрою вот этим тентом небольшой и прикрывает вот так я увешаю на руль и прикрываем так ну здесь вот они все упаковки кстати в комплекте с этим тентом идут вот такие колышки чтобы его можно было притянуть к земле иногда это очень нужно иногда случается так то что вы на двух деревьях висите и танцы сайту очень близко к вам и что чтобы его растянуть используются колышки потому что так будет проход воздуха если вы в очень жаркой влажной местности то это очень помогает чтобы ветер проходил потому что например я помню ничего лда был дождь но было очень жарко и нужен был и тент и воздух а иногда когда я спал в холоде в горах мексике также я наоборот его затягивал и и делал как бы тент над палаткой вот так вот снизу завязывала его и сверху завязывал поэтому колышки тут дополнительно веревочки тоже нужны очень можно разные вариации использовать для холода поддержания тепла и наоборот тут у меня еще есть вот такой герма мешок тонкий его наверное пару раз использовал и отдавал в нем стирать свои вещи после вот написали майки вот это неплохая вещь но его не его нельзя использовать как отдельный рюкзак допустим положить сюда и ввести в нем вещь потому что достаточно тонкий но то же время легкий здесь какой-то от хлеба я не выкидываю мусор во первых потому что это загрязняет природа во вторых можно этим отлично разжигать костер когда ничего не горит так и сумка номер два это моя одежда вожу я вот в таком мешке и неспроста когда потерял свою подушку я понял то что можно использовать вот это как подушку и я в принципе так и делал когда жил в гамаке и так далее потом даже когда в хостелах ночью уже не можешь без этой подушки я доставал ее и спал с ним потому что всяких другие подушки они совершенно неудобны вот здесь такой узел чтобы ничего не вывалилась и вполне отлично но достаточно много посмотрим что тут есть тут есть рубашка комплект термобелья там верх и низ очень помогает допустим когда в холоде спишь просто его надеваешь и залазишь в спальник когда спишь в жаре просто надеваешь и не залазишь в спальник и много ночей я спал без спальника просто в этом костюме иногда даже в нем было жарко потому что он типа флисовой это модная кофта иногда тоже использовалась как подушка майка есть трусы но трусы самый бесполезный предмет который здесь был потому что ими я практически не пользовался есть такая кепка нашел ее на дороге салют мне нравится то что здесь написано чапс ну и в принципе там только носки и еще бесполезные трусы остались вот в принципе и весь мой комплект одежды шортов которых я постоянно путешествую но это не очень удобно в плане ветра аэродинамики и в общем все такое и вот моя джорси в котором который я тоже можно конечно путешествовать в рубашках и других каких-то я видел много майках путешествий но здесь то что удобно есть сзади карман который ты можешь выбирать телефон который не мотается и не болтается в этой сумке также есть штаны которые лежат отдельным грузом потому что я их практически не использую эти штаны нашел на дороге ремень есть одна из самых бесполезных вещей его можно спокойно заменить веревочка или чем-то или полегче мои штаны очень дырявый привет волчок и мои офигенные ботинки очень мне нравится им наверное лет семь и до сих пор я не хожу немножко потрепались пятки они так выглядят плохо потому что я их после вулкана не стирал поэтому они все такие разбиты единственное наверно нужно только шнурки поменять это очень важная вещь потому что когда вы едете где-то по горам иногда нужно одеть но иногда там город когда выходишь тоже хочется что-то одеть ну или идешь на вулкан и хочется тоже надеть также со мной вот эти кроксы их я тоже наверно уже года два в них хожу отличная вещь в них можно и ходить и по дну и не снимая и я все время путешествие у них меня даже здесь загар такой от них точки вот но одна у меня штучка оторвалась недавно и еще они протерлись вот здесь поэтому здесь у меня в ноге постоянно иголки ну вот это в принципе и все вещи с которыми я четыре месяца ездил по горам также вот эта основная вещь которая была со мной это маленькая сумочка здесь мне какие-то мелкие вещи и карты и флешки тут лежат деньги тоже вот она уже вот под растрепалась тут лежат деньги зажигалки какие-то эти деньги гондурасские еще остались здесь лежат документы и паспорта ну и камеру я сюда тоже убираю потому что это очень удобно ее доставать отсюда когда едешь по дороге и очень важная вещь у меня здесь сбоку всегда лежат беруши это одна из самых важных вещей когда вы путешествуете особенно если вы спите ночью один в джунглях может показаться то что нужно наоборот услышать если что-то случится кто-то пойдет и вам нужно будет его услышать но как показывает практика лучше ничего не слышать потому что наш мозг настроен бояться если человек боится значит он не живет а если живет а если не боится то не живет но просто втыкаете эти штуки и спите они не прям убирают весь звук но это очень важно еще очень важно маска на глаза поначалу было мне незаменимую потому что когда еще у меня был этот небольшой jet lag я спал допустим там до 11 дня мог спать но потом организм перестроился я уже солнцем встаю и ложусь там часов в девять поэтому маска не нужно но поначалу мне было очень с ней приятно и у меня еще была подушка но заменил ее на вот такие вещи также здесь одна из самых важных вещей которые со мной прошли есть путь это вот такая ветровка она очень легкая про него еще могу сказать что это очень классная вещь во первых она немножко защищать от дождя ну совсем немножко не стоит рассчитывать на нее как на дождевик но она очень хорошо защищает от ветра потому что иногда очень часто случается так что вы забираетесь на какой-то подъем и спускайтесь потом с него забираюсь вы соответственно потеете а когда спускаетесь очень сильно дует ветер и обдувает вас и вот эта вещь очень сильно помогать когда в горах вот последние последние горы мне очень было важно что эта вещь есть она так перейдем к передним сумкам они вот на таких защелках цепляются к давай к этой такому багажник багажник хочу сказать что я купил в канкуне и почему он прикреплен вот на таких хомутах потому что не было времени нужно было куда-то их девать и он кстати немножко погнулся из-за того что иногда я ехал автостопом с велосипедом и грузили в общем попыха так сумка мне нравится но единственное мне не нравится постоянно ее нужно закрывать на 1 и вот этот 2 а если не закрывать то вот эта фигня все время попадает в цепь и бьется и то что ее нужно закручивать на три оборота чтобы она не протекала а это не всегда удается например эта кухня и в кухне иногда там что-нибудь накупишь в магазине и не всегда даже вот сейчас она пустая уже закончил путешествие ее сложно на 3 сделать и вот она прям вообще еще есть какую-нибудь баклажку сюда воды дополнительно положишь то сложнее она мне подтекала и все тут было это кофе который я также с канкуна вез возможно была ошибка нужно убрать небольшие небольшое количество еды также в целом хочу про еду сказать что удобно брать вместе с сумкой все и класть сумка также с одеждой касаемо еды например здесь у меня уже полный квадрат масло подсолнечное я уже пост или покупал это картошка но картошка классно на во первых и воду содержит и готовить ее очень просто кипятишь и все заплесняет ничего соль тоже которую я везу с канкуна который у меня тысячу раз рассыпалась и очень здесь 50 грамм ну сколько это нужно есть тем более что иногда я не готовил проще масло но здесь личная типа объем калорийность ровкам и овсяная каша овсяная каша тоже очень просто готовится тем более это не овсяная каша это типа хлопья их просто кипятком заливаешь и они готовы кипяток можно брать даже на заправках здесь или на примуси там поэтому с этим и тоже калорийность отлично дальше здесь у меня есть вот такая сумка ой набор с котелками просто котелок крышка еще одна типа сковорода но никогда не ничего не жарил ведь она даже костром не подпорчена и я просто как кружка использовал тоже такой объем на одного человека совершенно не разумно достаточно было наполовину достаточно такой вот было кружки но иногда я ем очень много тем более на перевалах я один раз в горах когда был говорил пол килограмма чечевицы и съел его ее просто иногда это нужно так и здесь у меня кофе кофе сейчас хотел послать друзьям родителям но что-то мне не очень понравилось со вкусом какого-то вулканической земли их интересно напишите отправлю и там тоже кофе так мы в принципе здесь и все и всякие там бумажки потому что после того как разводишь костер но он это не надо ну и моя последняя сумка которая претерпела большое количество изменений здесь дополнительная вода уже единственное у меня было здесь две баклажки где-то по литру сумме здесь 900 здесь 12 и вот такая баклажка которая лежала иногда здесь иногда здесь в кухне иногда сверху и присобачивал потому что здесь у меня был фотоаппарат ну камер фотокамера с тремя там объективами совсем и так как я ее отправил домой почему освободил смесь это аптечка которая наверное ни разу не понадобилось там все подряд таблетки и и не было бинта если мне кажется что могу со мной случится был связан с бинтом так наждачка на ее покупал чтобы уже в конце у меня был все время одна маленькая поэтому я думаю что и выкидывать оставил это полотенце который я нашел на дороге тоже я его использовал чтобы чтобы когда смазываешь цепь где-нибудь автосервисах они там льют много так как это не камильфо для цепи я вытирал полотенце ну и иногда там когда что-то делаешь руки вытереть это кепка очень мне нравится тоже нашел на дороге вот так дождевик дождевик очень тяжелый просто пуля непробиваемый прорезиненный и это не просто дождевик это дождевик пончо в котором который я купил в мехико в магазине я основном ее брал для того чтобы пойти в горы но в горах была хорошая погода и он не пригодился и больше в дождь я не попадал пару раз я надевал но там не было дождя естественно на дожди я ехал с другим дождевиком который был дрявый тоже мне не помогал и посмотрим что у меня за ремонт ремонтная здесь студия есть как они заплатки здесь очень много заплаток и клей 2 доллара я купил это основная ремонтная вещь который мне требовался есть старая камера я решил не выкидывать на всякий случай может быть что-то произойти и взорвется новый покупать не был смысла это я возил тут штук восемь заплаток и она все равно спускал какая-то веревочка иногда я использовал чтобы гамак привязать иногда использовал чтобы в общем сами знаете можно здесь это такая для головы для gopro насос который купил очень качественно здесь такой переходник у меня задние в общем с другим разъемом крепление эти все коробки не выкидываю потому что не можно ржать костер изолента парчи это чтобы цепь снимать приспособление тоже мне пользовался и вот такая набор шестигранник в общем вот и весь мой ремонт комплект который доехал со мной мне было намного больше вещей у меня было спонами очень жарко мне было две запасные покрышки запасная цепь и мое мнение о том такое то что если вы путешествуете по совершенно глухим районом где у вас есть места где от населенных пунктов от мест где вы можете починить что более важно велосипед или какие-то запасные части приобрести 100 километров туда и от одного до другого то возможно имеет место быть брать покрышки с собой цепь потому что вероятность что у вас взорвется покрышка невелика достаточно или то что вас порвется ты тоже невелика да она есть но стоит ли ради этого возить там собой пол килограмма дополнительного веса не знаю тем более можно везде поймать машину на мой взгляд ну большинстве своем или там докатить велосипед докуют где можно поймать машину не знаю на ваше усмотрение я сделал выбор о том что наверное мне это не нужно и мне было здесь дополнительно такая сумка с всеми этими причиндалами и она просто висела и из-за этого меня протертости из-за этого она протерла мне фонарь и в общем он не работает и она только мешал на мой взгляд отдельно хочу сказать про штаны zara раз два четыре три еще хочу сказать про воду которую я вез с собой у меня все время с собой было около четырех литров и в не жаркий день этого хватает примерно на не жаркий примерно на день но в очень жаркий иногда я выпивал по 8 литров в день кстати сумки эти я брал от компании при на волк очень крутые да дорогие да достаточно дорогие но за полный комплект две сумки плюс сверху 2 спереди навесная и к ней еще маленькая я дал там около 12000 но это того стоил и моя последняя немаловажная сумка главная сумка здесь у меня ложка ложка лежит всегда сверху потому что если класть его в кухню или куда-то там она все время пропадает ложку нашел тоже на дороге какие-то мусор кабеля потому что сюда я креплю вот эту солнечную батарею и кабель тоже все время сверху если их класть конкретно вниз например вот так вот как и солнечная батарея она блин большая ее невозможно достать поэтому все кабеля сверху кладу этой солнечной батареи я полностью доволен значит креплею вот так вот эти места здесь выход по есть ли вот она уже светится говорит о том что зарядка началась кладу так сверху вот это от коврику закрепительная фигня я ее привязываю вот к этим вот вещам и это позволяет и вот здесь тоже вот такая фигня здесь я привязываю за вторую часть можно конечно веревка привязывать за все эти но потом когда не снимаешь когда-нибудь идешь в общем лень и вот этой резиночной штучкой отлично она держит я тут уже правильно начал готовиться к всем следующему путешествие кое-куда не буду говорить куда подписывайтесь и узнаете поэтому думаю что мне взять солнечную батарею определенный беру она может заряжать телефон только если под хорошим прямым солнцем но powerbank она заряжает в любом положении даже вот сюда я положу powerbank зарядиться но не очень быстро не очень хорошо так солнечная батарея сбрыть тут что-то еще осталось да здесь есть нитки потерял иголку поэтому бесполезная вещь очки мои такой проволочки их иногда надеваю когда очень уж красивый хочется ничего не пропустить что-то для розжига и бинт я его использовал не помню для чего ну и мусор тут всякие тоже часть очков очень все мешается так ну и самое ну еще хотел сказать про то что вот эта часть тоже открывается и когда вы допустим остановитесь рюкзак лежит вот так неподвижный прищелкнут за эти вещи и чтобы вам достать что-то отсюда нужно открывать доставать и лезть вот сюда но это очень сложно когда много всего набит но последнее время не очень мало вещей но этот карман помогать самая большая самая тяжелая вещь сейчас нам арсенале это ноутбук непосредственно сам ноутбук на котором я делаю видео здесь открытки и документы в трех пакетов нужно то что половина выкинуть потому что он тоже не нужен все время какие-то сборают выездной штамп выездной сбор 8 долларов за чего блин нет короче и старый паспорт еще зачем-то ездит и сертификата вакцинации все возможные документы которые есть но на самом деле минимальное количество этих документов я использую здесь у меня зарядное устройство для ноутбука переходник для ноутбука потому что юсб к нему не подходит нужно такую хреновину возить это кабель для жесткого диска на 750 гигабайт которые вожу с собой зарядка для ноутбука и все это весит прилично и наушники которые были в самолете я забрал они конечно дерьмо укачатся но когда ты в какой-нибудь хостеле или где-то там еще и нужно монтирует видео или что ты такое делать они необходимы какая-то резинка и вот такой мне прикольно есть нашивка из мексики она очень дорогу стоит почему-то стоил вообще рублей 150 так ну в принципе и все и вот такой чехол он как я не знаю с какой ткани на нее нажимаешь она твердеет но расправляется чем типа поролона но какой-то такой приятный наверное это помогло ноутбук потому что этот рюкзак вместе с велосипедом вместе совсем столько раз падал столько раз мог разбиться полотенца ну она редко нужно потому что мощность основного вся из него чисто отдыхаешь какие-то пара у меня витаминов мы тут всякие разнообразные витамины поливит и кальций надо кстати допить это такая селфи палка для моей камеры это от gopro было но я здесь придумал такую фигню камеру так вставляется и можно записывать перчатки по поводу перчаток если вы любитель ездить на велосипеде в перчатках то но мне очень сложно постоянно сюда засовывать руку я сначала вы их надевал думал чтобы не обгореть потом у меня кожа сама сделалась как перчатка и все равно и не на загар и на сайте более на руках у когда-нибудь чувствовали дискомфорт от загара на руках если да ну возможно вам нужны перчатки но очень редко даже когда холод их не надеваешь какие-то это влажные салфетки тоже вот за четыре месяца сколько я использовал пачка практически полная это еще одна солнечная батарея я ее в основном только на стоянках использую потому что в движении и особо некуда крепить из-за того что он длинный иногда и на коврик крепил мне здесь есть родной провод для не знаю как микро юсб или ну да и от обычный под такой вот юсб-шник тоже неплохо так заряжает еще есть такой повар банк это моего друга батя мой друг его зовут батя но не мой не друг моего батя вот здесь не очень много ампера он достаточно быстро заряжается быстро разряжается из-за этого неудобно и постоянно приходится придумывать что организовывать заряд был у меня еще один который кстати тоже имел такую солнечную панель вот здесь но я его потерял где-то в горах блин мексике проехал по ужасной дороге наушники один блин перестал работать можно сделать и такой фонарь тоже один раз его использовал но мигалка типа если вы планируете ездить ночью то некоторые и днем вешают этот счет от gopro нужно тоже выкинуть шкур от банана и велокомпьютер велокомпьютер от и gp sport не могу его рекомендовать потому что не в целом целом да но лучше под накопить купить гармин хотя вот эта фигня со всеми придут блудами стоило 200 долларов масяне зовут тут еще не какие-то носки еще одна перчатка вот еще есть еще есть здесь такой небольшой кармашек он прямо самого за делосипеды во-первых там можно что-то так вот прибандущий и отражательная лента здесь меня находится все то что нужно для быстрого доступа немного бумаги и звука есть звука со вкусом ямайки есть вкус и звука с дыней есть или таблетки есть какая-то фигня короче в основном мусор так и еще пару слов хочу сказать о своем друге велосипеде его сиденье я не использовал никакой памперс никакой подкладку никакие спортивные штаны просто в чем мать родила на том и ехал и поначалу было очень больно приходилось ехать и боком и подскоком и как только не ехать чтобы проехать 10 километров отдохнуть потом уже привыкла и мог проезжать по 40 километров за раз отличное сиденье ну вот и весь мой инструмент и было очень много еще разных всяких вещей которые я с собой взял на который не использовался который отсеялись в процессе этой велосипедной эволюции и вот так вы можете думать то что вам столько всего нужно потом оказывается что это не нужно это не нужно и это я даже какие-то правы инструменты там куда и все потом просто выбрасывал на дороге поэтому лучше посмотреть мое видео и понять что вам действительно нужно а это был санатор блок спасибо за просмотр пока